Всем привет! Меня зовут Алина Кузимович, я ведический астролог. Каждую среду я веду прямой эфир на интересные и полезные темы, даю полезную информацию. Сегодня тема прямого эфира должна была быть про знаки Луны, но я решила поменять, потому что сейчас актуальнее вам рассказать о смене положения теневых планет Раху и Кету, потому что совсем скоро, 30 октября, эти теневые планеты меняют свой знак. Хочу, кстати, еще напомнить, что сейчас мы находимся в коридоре затмений, сейчас очень такое сложное время, сейчас ослабленное Солнце, сейчас жесткое соединение Раху и Кета, не Раху и Кета, а Кета и Марса. В общем, такое напряженное время, пока не очень благоприятное, и плюс, когда скоро, совсем скоро теневые планеты очень важно для нас начинают менять свое положение, мы уже тоже это все ощущаем, потому что эти теневые планеты очень важны для каждого человека, их положение в гороскопе прям очень важно, они показывают важные кармические задачи, Раху показывает будущее, куда человеку нужно идти, где себя реализовать, где наши желания души в этом воплощении Кету показывают сферу, которую мы отработали в прошлой жизни, откуда у нас есть таланты. И эти теневые планеты, которых, опять же, мы не видим, они, кстати, участвуют в затмениях тоже, это демон, которого разрезали пополам, Раху — это голова, Кету — это хвост, и их еще называют восходящий-нисходящий узел, южный и северный, и так далее. Но ведическая астрология — это Раху и Кету. Они меняют свое положение раз в полтора года. Они поменяли свое положение, и полтора аж года они стоят у людей в каких-то сферах. Раху в одном доме, Кету всегда напротив в другом. И эти сферы делают очень важными для людей в этот период, дают кармические задачи по этим сферам, указывают, на что надо работать. Сегодня я расскажу кратко для каждого знака, где у кого будут стоять эти лунные узлы Раху и Кету. Привет-привет! И что это вам даст. Это очень полезная информация, такой прогноз на полтора года по транзитам Раху и Кету. Что мне хочется еще вам сказать по поводу Раху и Кету. Опять же, да, если люди, например, которые никогда не приходили на консультацию к астрологу, никогда не делали натальную карту, но если этим людям хотя бы дать вот такую маленькую информацию, это положение их теневых планет Раху и Кету, и кармические задачи, которые это им дает, это бы уже очень сильно помогло в жизни людям. Хотя бы, если бы они вот это только знали, потому что это очень важные вещи. Понятно, что некоторые люди это чувствуют. И сами идут в те сферы, да, у кого Раху, в каком доме. Но иногда люди боятся, опять же, да, боятся нового опыта, боятся своих желаний и повторяют те сферы, которые они уже проработали в прошлой жизни, то, что у них уже и так хорошо получается, потому что они опыт прошли, а туда, где Раху, они боятся идти. Поэтому наступают в жизни какие-то периоды сложные, моменты, которые их все-таки ведут туда, где Раху, но через какие-то сложности. Рано или поздно, да, потому что душа этого хочет. Когда она умирала в прошлой жизни, она мечтала реализовать себя там, где у вас сейчас Раху. Вот, и надо не бояться идти в эту сферу. Раху и Кету, теневые планеты, они всегда ретроградные, ретроградные. Некоторые говорят, что они двигаются назад. На самом деле нет, они не двигаются назад. Это так визуально нам кажется, просто они замедляют свои движения, нам кажется, что они пятятся назад. И в гороскопе, если все планеты идут, например, в одном направлении, то Раху и Кету всегда в противоположном. Например, у нас, сейчас скажу вам, Раху, да, Раху в Овне стоял полтора года. Овен — это марсианский знак, опять же, война, агрессия, вот это все в течение полтора года очень сильно усиливалось, расширялось благодаря Раху. И теперь с Овна перейдет не в Телец, циклично, да, вокруг, а наоборот вернется в Рыбы, назад. А потом в Водолей когда-то перейдет еще через полтора года, да, то есть против как будто всего движения. И Кету у нас был в весах, в таком партнерском знаке, давал там трудности, конфликты и так далее, а сейчас зайдет в знак Девы, то есть назад, не в знак Скорпиона, а в знак Девы. В общем, очень интересно. И, кстати, еще есть такой нюанс, что Раху, вот в какую сферу, в какой дом гороскопа у вас попадает, он эту сферу расширяет, а Кету, наоборот, сужает. Делая там, Кету это вообще самая странная непредсказуемая планета, и считается, что возраст созревания Кету 47 лет, именно в этом возрасте чаще всего у людей какие-то вот странные бывают, такой странный период, который их меняет, меняет ментально, вот и не только. В общем, такой неожиданные перемены дает и в мыслях, и в словах, и в действиях. Привет-привет. Эти две планеты важно гармонизовать, всегда, особенно тем людям, у кого, например, они были в плохих положениях, у кого они были ослаблены. Раху это что? Мы живем в век Раху сейчас. С одной стороны нам повезло, да, Раху это интернет, это сильная связь с иностранным, Раху это дым иллюзии, это все ненатуральное, все искусственное, вот сейчас все делают себе пластические операции, раньше же такого не было, да, мы живем просто в век Раху. Вот, все, еда ненатуральная, одежда ненатуральная, и вот для гармонизации этих планет надо, наоборот, побольше контакта с природой, побольше всего натурального, натуральные ткани в одежде, внешность максимально натуральная, меньше экспериментировать, себе там ничего не укалывать, не делать никаких, в общем, то, что, да, ненатуральное, это противоестественно, это очень вредно. И так как Раху это интернет, это электричество, и Раху, кстати, начинает действовать вечером с 10 до 2 ночи, да, энергия Раху вообще очень сильно влияет на людей. Если в это время человек не спит, он впитывает негативную энергию Раху, она на него негативно начинает влиять. Раху, кстати, это наркомания, это сигареты, алкоголь, любые зависимости, игромания, азартные игры и так далее, любые зависимости, это тоже Раху. И сейчас, к сожалению, это тоже у нас только развивается, развивается, не все, люди подсаживаются на все. Вот, очень плохо, да, и вот, когда действует Раху, надо спать, поэтому один из методов гармонизации, это раньше ложиться спать, в идеале в 10 часов хотя бы, да, уже убирать гаджеты пораньше перед сном, чтобы нервная система успокаивалась, чтобы восстановление нормально происходило, и в этот промежуток желательно уже спать, с 10 до 2 ночи особенно. Это такое опасное время, когда влияет Раху, когда на улицах начинают, на скоростях гонять мотоциклы, когда происходят разные убийства, чаще всего в это время, с 10 вечера до 2 часов ночи, да, такой опасный, по улицам лучше не гулять в такое время, и так далее, то есть такие еды плохо влияют, негативно, в невежестве, у нас же, вы не забывайте, что есть 3 энергии, благость, страсть и невежество, и вот, если человек ночью не спит, он как бы больше Раху может проявлять себя в невежестве, для гармонизации Раху также важно соблюдать чистоту во всем, особенное место, где вы спите, то есть регулярно менять постельное белье, что там все было чисто, проветрено, аккуратненько, чтобы ваше тело всегда было чистое, душ утром, вечером обязательно смывает с себя энергию Раху, перед сном, после сна обязательно, потому что тоже, нам часто снятся и плохие сны, и так далее, то есть надо вот это все из себя убирать, водичкой очищать, я просто знаю, что есть люди, которые не принимают душ утром, вот, ну, это плохо, это должно быть правило, душ должен быть и утром обязательно, и вечером, это очень-очень важно, не только для чистоты тел, но и для чистоты нашего астрального, можно так сказать, тела, что еще Раху, 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 то есть вечером интернета поменьше, все натурально, побольше контакта с природой, это будет гармонизовать, убрать тоже кислотные цвета из одежды, убрать вредные привычки, давайте посмотрим, для каждого знака зодиака, где будут стоять эти теневые планеты, и что это вам будет давать, такой краткий, но важный, такие, то, что вам надо знать, на полтора года, но не забывайте, что ориентироваться надо по лунному знаку, не по тому знаку, которому вы привыкли с рождения, по солнечному знаку, по журнальной астрологии, ни в коем случае нет, по лунному знаку, тому знаку, где была луна на момент вашего рождения, если вы не знаете свой лунный знак, в комментариях под этим прямым эфиром, вы можете потом написать данные рождения, дату, город, время рождения, и я вам скажу ваш лунный знак, для того, чтобы вы правильно и максимально точно услышали прогноз для себя, потому что некоторые люди разочаровываются в астрологии, потому что слушают неправильные прогнозы, а неправильные прогнозы они слышат из-за того, что они ориентируются не по лунному знаку, так как я ведический астролог, все прогнозы по всем транзитам я рассматриваю только по лунному знаку, так было написано в древних трактатах, так передавалось от учителя к ученику, так положено, к сожалению, сейчас эти знания искажают, кто-то что-то свое придумывает, добавляет, и получается вот что попало, поэтому и у некоторых прогнозы неточны, не поленитесь, напишите дату, город, время рождения, и узнайте свой лунный знак, давайте посмотрим, где будет находиться Раху и Кету, куда они поменяют свое положение у лунных овнов, у тех людей, у кого луна на момент рождения находилась в знаке лев, до этого у них было в первом доме Раху и Кету в седьмом, а сейчас поменяется положение, вот уже начинается происходить переход, и у овнов Раху попадет в двенадцатый дом, а Кету будет напротив в шестом доме гороскопа, двенадцатый дом это потери, какие-то траты, и такое положение указывает, что надо контролировать траты, потому что трат станет больше возможно, что могут быть какие-то потери, но чтобы это сгармонизовать, чтобы этого не допустить, то овнам нужно духовно развиваться в этот период, делать медитации, слушать мантры, читать молитвы, заниматься собой, куда-то посещать какие-то ретриты, святые места, очень полезно в этот период, вот йога опять же, это все гармонизует двенадцатый дом, еще большой плюс для них, что двенадцатый дом это дом за границей, поэтому у овнов будет продолжаться, потому что у них скорее всего уже было, Раху в первом тоже давал связь с иностранным, и тут Раху усилить дальше, будет давать связь с иностранным, еще в течение полтора года, возможно какие-то переезды, поездки, путешествия, либо там ПМЖ, иммиграция, и это полезно, это хорошо для овнов в этот период, в этот период для овнов важно избегать любых вредных привычек, не допускать ни в коем случае, и сконцентрироваться на здоровье, потому что кету будет там, кету это опять же странная непредсказуемая планета, может давать странные болезни овнам на этот период, неправильно поставлены диагнозы и так далее, и нужно, опять же, все натуральное, если они будут обращать внимание на свое здоровье, то проблем не будет, то есть диета, правильное питание, режим дня, упражнения, это обязательно надо, чтобы было у овнов. Для тельцов раху перейдет в какой дом гороскопа? Кто из вас знает свой лунный знак, напишите, пожалуйста. У тельцов раху будет в 11, а кету будет напротив в 5 доме гороскопа. Ну, один из домов денег, дом желания, амбиции, дом легких денег, и раху тут будет помогать улучшать доходы тельцам, то есть у тельцов лунных 100% доходы улучшатся, будет много возможностей для заработка денег, и тоже может быть благоприятна связь с иностранным, желания и амбиции будут осуществляться легче в этот период, главное, не бояться своих желаний. И также у тельцов могут появиться какие-то хорошие друзья, будет расширяться компания, появляются новые люди, будут приходить. Месяц в Леве, девятый день. Я помню, ты данные оставляла, сейчас как раз проверим, да, супер. То есть лунный лев, значит, хороший очень знак. А кету будет в пятом у тельцов, и смотрите, пятый дом, дом детей, дом романтики, поэтому, если есть дети, то им надо больше внимания, заботы, для них это может быть сложный период. По желудку у нас тоже, кету это вредитель, пятый дом желудок, стараться правильно питаться, следить за желудком, ну и пятый дом, это романтические отношения. Кету такая странная, непредсказуемая планета, тоже может влиять странно и очень непредсказуемо, в зависимости от того, опять же, есть у вас отношения или нет. Но кету любят охлаждать, что-то отрезать, либо давать расстояние, например, отношения на расстояние. Близнецы, близнецы, давайте посмотрим, где у близнецов лунных будет стоять Раху и кету на протяжении полтора года, с 30 октября. Кстати, некоторые астрологи по другим программам смотрят, и у них позже показывают, что они меняют положение. Но я уже много лет ориентируюсь, доверяю и чувствую, прямо я уже чувствую эти переходы. У близнецов Раху будет в десятом, кету в четвертом. Кто чуть-чуть разбирается в астрологии, в домах гороскопа, уже сразу может сам догадаться, логически подумать, что десятый дом – это дом работы, дом карьеры, поэтому у близнецов будет все бурлить в карьере развиваться. Им важно не упускать возможности. Раху там может дать успехи. Это очень хорошо, такая социальная реализация может быть. И близнецам как раз надо фокус своего внимания и направлять на работу, на какие-то достижения, на свой социальный статус, не бояться чего-то добиваться, пробовать новые возможности будут, главное их не упустить. Так как кету будет напротив в четвертом доме гороскопа, четвертый дом – дом мамы, недвижимости, транспортных средств. Кету тут как вредитель. То есть ослабленный период для мамы, кого-то кто как мама, для внутреннего счастья не очень, но зато для духовности неплохо. Опять же интуиция будет работать и могут быть какие-то дела, связанные с недвижимостью, транспортными средствами. У львов будет… Ой, нет, у раков, мы раков пропустили. У раков лунных раху будет в девятом, анкету в третьем. И тоже, кто помнит, за что же у нас отвечает девятый дом гороскопа, дом духовности, религии, философии, за границей тоже, вот это все будет очень сильно активировано у раков, то есть будет удача связана с иностранным, появится интерес к философии какой-то, к другим культурам, связь с иностранным – хорошо, но плохо для отца и кого-то, кто как отец в этот период. Это не означает, что прям совсем плохо, но человеку надо обращать внимание на эту сферу, какая-то помощь нужно оказывать и так далее. Также часто в такой период, когда у нас кету в третьем, третий дом – это руки, это таланты, может человек захотеть что-то сделать руками, просыпаются какие-то таланты, которые связаны с руками. У львов такое опасное будет положение, раху зайдет в восьмой, восьмой у нас не самый лучший дом, кету напротив будет во втором, поэтому львам мы рекомендуем в течение полтора года, с 30 октября, чуть-чуть замедлиться, не допускать никакой суеты, не допускать никаких рисков, не попадать в плохие компании, ни с кем не ссориться, потому что на самом деле транзит чуть-чуть опасный. Могут случаться какие-то такие события, например, какие-то легкие аварии, еще что-то, но я ни в коем случае вас не программирую, не обязательно, что у всех там львов, все зависит от индивидуальной натальной карты, от личных периодов, от планет положения, силы их в гороскопе у вас, поэтому бояться не надо, но вот какое-то что-то такое может быть. И для того, чтобы этого не было, то есть надо опять же быть максимально осознанными в этот период. Восьмой дом у нас еще отвечает за страховки, за вещания, там разные выплаты, тайны. Человека часто тянет в этот период узнать какие-то тайны, он начинает ходить к каким-то гадалкам, нумерологам еще куда-то, лишь бы что-то узнать. Ну и бывает такое, что так как кету напротив доме родительской семьи, что это влияет на родственников, поэтому внимание нужно родственникам, помощь им в этот период. Ну и не рисковать ни в коем случае, не допускать склонности к азартным играм, чтобы не проиграть и так далее. И контролировать речь. Наша речь, она вообще влияет на всю нашу жизнь, на то, как мы говорим. Во-первых, вы помните, что через речь мы теряем очень много энергии, когда мы говорим. Нужно говорить осознанно, нужно говорить красиво. У каждого человека, Меркурий у нас управляет за речь, Меркурий управляет несколькими домами гороскопа. И вот если человек не умеет контролировать свой род, свой язык, свою речь, то ухудшаются определенные сферы жизни у человека. У кого-то это влияет очень сильно на деньги, у кого-то на детей. Но в первую очередь каждый человек должен понимать, что если наша речь плохая, если мы говорим плохо, осуждаем, критикуем, обманываем, сплетничаем и так далее, обижаем, осуждаем, то в первую очередь мы вредим этим себе, мы свою карму ухудшаем, а другим людям делаем хорошо. И тратим свою энергию. Зачем же нам тратить энергию на самореализацию, на то, чтобы какую-то свою работу сделать, себя улучшить? Нет, надо посидеть, кого-то пообсуждать и всё. И таким образом самоутвердиться. Это очень плохо. Чем осознаннее человек становится, тем меньше он это делает. В некоторых моментах надо. Например, вчера у себя в астроклубе я вела урок по продвижению астрологов, и мне приходилось показывать примеры, и приходилось чуть-чуть критиковать. Но это было для того, потому что я обучаю, я передаю знания, мне надо было показать пример, как надо, как не надо. Я чувствовала себя, если честно, не очень даже хорошо. У меня, кстати, очень хорошо получалось критиковать, но мне было чуть-чуть неприятно, что мне приходится это делать. В общем, очень интересный урок получился. Если будете учиться у меня на курсе астрологии, вам в подарок обязательно будет доступ к моим урокам по продвижению астрологов. После обучения эти знания очень круто применять в жизни для того, чтобы себя реализовать в этой сфере. А не так, обучились и спрятались у себя дома, чтобы вас никто не видел и не слышал. То есть надо себя показывать обязательно, чем бы вы ни занимались. И, извините, я не знаю, как там шумы, сильно шумно? Давайте посмотрим, где у дев лунных будет Раху и Кету в течение полтора года ближайших. У дев Раху зайдет в седьмой дом, дом партнерских отношений, и Кету зайдет в первый. Ну, тоже такое интересное положение. Опять же, сфера личной жизни. Раху там эту сферу расширяет. И, с одной стороны, показывает, что для партнера может быть не очень период. Бывает такое, что люди разводятся в этот период. Такой кризисный чуть-чуть период в плане отношений. А у кого-то, кто не в отношениях, может появиться партнер-иностранец. Это тоже вот такое. Может быть, на отношениях партнерские, и это не только личная жизнь. Это партнерские отношения в делах, в бизнесе выйдут на первый план. Вот, например, может негатив не пройтись по личной жизни, если вы сконцентрируетесь на работе с партнерами. А может быть, человек, лунная дева, захочет открыть бизнес с партнером. Тогда супер, тогда энергия найдет, куда ей выходить. У нас же не обязательно, что будет и то, и то, и то. Мы можем регулировать. Например, вот львам я не сказала, что да, для них опасный и рискованный период, но очень благоприятный период, который для всего такого эзотерического, мистического, если они будут погружаться, что-то изучать такое эзотерическое, то они сгармонизуют, их внимание будет там. И чаще, опять же, их тянет на такое. Поэтому пусть лучше это будет интерес к мистическим, эзотерическим вещам. И девам, давайте вернемся к девам. Девам надо больше на протяжении полтора года выстраивать коммуникации, общаться с людьми, знакомиться, выстраивать связи. Это прям нужно быть максимально социально активными, не сидеть дома, куда-то ходить, какие-то комьюнити, нетворкинг. Вот это вот надо обязательно. И то, что у них кету будет, напротив, в первом доме личность, это часто дает такое, что человек, ну, странненький становится на время, кого-то тянет в духовное развитие, а кто-то вот просто странненький и не понимает, что он хочет. И сам себя не понимает, другие его не понимают, и кто-то, ну, странный. Вот я замечала на консультациях, опять же, когда у мужчин, моих клиенток, шел такой период, то у них какой-то кризис начинался, как кризис среднего возраста. То есть кто-то резко покупал себе какие-то машины, одну, вторую, кто-то начинал даже изменять своим партнерам, потому что он сам не понимает, чего он хочет в этот период. Очень важно духовно развиваться. Если человек, опять же, в невежестве живет, если он начинает, опять же, изменять, жить в иллюзиях, начинает добавлять себе какие-то вредные привычки, жизнь его очень быстро опускает на землю, дает плохие события, для того, чтобы он задумался, как он живет, и духовно начал развиваться. И давайте посмотрим у весов, у весов, где будет Раху и Кету. Раху и Кету. У весов Раху зайдет в шестой, в дом здоровья, а Кету будет напротив в двенадцатом. Тоже очень интересное положение. Да, опять же, двенадцатый дом – это расходы и так далее. Кету необычная планета, странные, неожиданные могут быть расходы. Либо на странные какие-то вещи, непривычные для общества. Двенадцатый дом у нас еще отвечает за сновидение, и вот часто в этот период людям снятся какие-то странные сны, часто вещи сны. То есть я бы советовала лунным бесам в этот период точно ввести дневник сновидения. Это очень классная такая практика, опять же, стараться сны запоминать, записывать, анализировать. В этот период они могут быть такие, подсказки могут люди получать во снах. Ну и так как Раху будет напротив в шестом, а шестой у нас долги-враги-болезни, значит, что в этот период весам категорически нельзя брать долги и кредиты, даже если по гороскопу им это можно делать, но в этот период точно нельзя, точно запрет, потому что могут быть проблемы. Внимание должно быть на здоровье, опять же, профилактика, здоровый образ жизни, правильное питание, потому что если этого не будет, то жизнь заставит обратить внимание на здоровье. Поэтому весам нужно наладить образ жизни, добавить правильные привычки, упражнения и записывать свои сны, не допускать никаких конфликтов, не брать долги. У скорпионов, давайте посмотрим, где у скорпионов будет Раху и Кету. У скорпионов Раху будет стоять в пятом доме гороскопа, а Кету будет напротив в одиннадцатом. Мы уже знаем, что пятый дом детей, Раху планета расширения, может давать какие-то дела, мысли о детях, но также усилятся и творческие способности. Сфера детей однозначно выйдет на первый план. И тут опять же, если у вас есть дети, внимание детям. Если нет детей, то если беременность, то значит стараться очень аккуратненько себя не перегружать. Если планируете беременность, то очень к ней готовится очищать себя на физическом, на ментальном уровне. Так как у скорпионов Кету будет в одиннадцатом, а детский дом друзей еще, а скорпионы у нас такие обидчивые очень, напряженные, они вообще всегда то общаются, то не общаются с кем-то, такие проверяют очень людей. И когда Кету у них в течение полтора года будет там, то смотрите, какие-то опять в очередной раз, у них такое часто бывает, что какие-то они перестанут с кем-то общаться, какие-то связи отпадут. Но зато могут вернуться либо старые друзья, либо быть, останутся те друзья, которые будут с духовным таким наклоном, уклоном. Но сто процентов отсеется какое-то окружение, в ком-то они, возможно, разочаруются. И давайте посмотрим, что будет у стрельцов в течение полтора года, у лунных стрельцов. Раху будет в четвертом, Акету напротив в десятом. Четвертый дом, это эмоции, внутреннее счастье. Раху там любит давать претензии. И вот у стрельцов сейчас такой переход, и будет период, когда им что-то будет не нравиться, что-то их будет не устраивать. И я бы посоветовала им себя контролировать, тоже делать различные практики, стараться вести дневник благодарности, благодарить за все, что у них есть, ценить то, что есть, не допускать претензий, потому что будет хуже. И, опять же, четвертый дом, мамы недвижимости, транспортных средств. Тут Раху дает какие-то события в течение полтора года. Опять же, если это мама, кто-то как мама, Раху там вредит, либо отношениям, либо самой маме нужно помогать, и так далее. Аликету напротив в сфере карьеры дает резкие изменения в карьере, какие-то перемены неожиданные бывают. Но если человек в этот период будет благодарить, благодарным за то, что есть, ценить то, что есть, то тогда проблем каких-то не будет в работе. И вот бывает, да, бывает такой тип людей, и в какие-то промежутки времени все такие могут быть, да, что все не нравится. Мне жизнь не нравится в этой стране, поеду в другую страну. Едут в другую страну, и там стараются найти все недостатки, которые только могут быть. Все не нравится, все не устраивает. Плохо. Это вообще изначально очень плохая позиция, ну и внутреннее счастье. Это очень влияет на наше. Мы же не будем счастливы, не будем довольны жизнью, даже при условии, если все у нас будет хорошо вокруг, мы это не замечаем. То есть очень плохо, когда мы не замечаем все-таки. Надо ценить то, что есть. И не допускать уныния, мрачности и пессимизма. У Козероков давайте посмотрим, где будет Раху и Кету. Раху будет в третьем, Кету будет в девятом. Третий дом руки у нас. Собственные усилия, решительность, какие-то писательские таланты могут открыться. В наше время еще Раху там, это интернет, это блог свой можно, блог свой можно начать вести, снимать какие-то видео, в Ютуб. То есть опять же, проявляться надо. Что-то новое можно начинать и даже нужно начинать, когда Раху заходит в третий дом гороскопа. Если вы, например, я всегда привожу пример, люблю с массажистами, потому что у меня сестра массажистом много работала. Когда у нее шел такой период, я всегда говорила, так, смотри, вот ты делаешь такие массажи, пожалуйста, у тебя сейчас такой транзит, Раху в третьем, сделай еще какой-то вариант, еще какую-то услугу, добавь новую, параллельно с тем, что ты уже делаешь, что-то новое. Вот и так очень хорошо. Например, я не знаю, какой пример вам привести. В общем, придумайте пример сами. Для, что еще, да, для материального успеха может быть, благодаря, опять же, собственным усилиям и смелости, мы можем добиться хороших результатов. Ну и благоприятных путешествий. Давайте посмотрим у водолеев, где поездки вообще короткие, не обязательно большие, короткие поездки для козерога в этот период очень полезны. У водолеев Раху будет стоять во втором, кету напротив в восьмом. И, ну, второй дом это лицо. Всегда вот, когда какие-то вредители проходят дом лица, особенно кету, самое странное, непредсказуемое, в течение полтора года я советую все-таки водолеям лунным, они тем более сейчас в сады сайте находятся, и козероги лунные, и водолеи, рыбы, у них транзит сатурный сейчас плохой на фоне, фон плохой, уныние, вот эта мрачность, там не забывайте гармонизовать сатурн. А когда Раху вот проходит второй у водолеев, например, если до этого у водолеев не было желания сделать что-то с лицом, какие-то уколы, подтяжки, еще что-то, ботокс, то у них прям может это появиться, губы себе сделать, и я советую воздержаться и не делать это пока там Раху, потому что как только оттуда Раху выйдет, желание пропадет, и вы будете потом очень рады, что вы это не сделали. Каких-то экспериментов с лицом в этот период лучше не делать. Да, нужно обратить внимание на зубы, на лечение, какие-то поддерживающие процедуры у косметолога, уходовые, но без экспериментов. То, что вы раньше не делали, лучше точно не делайте. Кету будет в восьмом доме гороскопа, опять же, внимание надо уделять моче половой системе, стараться не переохлаждаться, ни в коем случае. Тоже старайтесь так, как Раху. Во втором это рот, опять же, что мы едим, что мы пьем, курим, все через рот. Рот наш принимает вот эти интоксикации. Тоже в период Раху иногда тянет на какие-то вредные привычки. Если человек, например, не сильно любил мясо, он хочет кушать много мяса, лучше вот поменьше мяса, поменьше вредных привычек в этот период. Давайте посмотрим последний знак зодиака наш это рыбы. У рыб тоже сады сайте, напоминаю. У рыб Раху зайдет в первый дом гороскопа, а Кету напротив в седьмой дом гороскопа. Но вот когда Раху проходит первый, это шикарно, это, опять же, открывается новый потенциал, большие возможности, и надо максимально расширяться личность, надо что-то делать, что-то делать, делать, не просиживать это время просто так, и часто такой транзит повышает уверенность в себе, в своих силах, человек чувствует себя необычным, это хорошо. Да, Кету напротив будет давать изменения в партнерских отношениях, либо давать сложный период чуть-чуть в партнерских отношениях, и важно не допускать эгоизма, чересчур концентрации на себе не допускать, но при этом период такой, когда Раху в доме личности, когда надо максимально работать над собой, улучшать качество своего характера, улучшать свой внешний вид, полезно как-то обучаться, посещать какие-то курсы, тренинги, если нет денег, то хотя бы какую-то книгу по саморазвитию купить себе, пусть она всегда рядом лежит, и вечером по чуть-чуть читать, и будет очень хорошо. в общем, напоминаю, что ориентироваться надо по лунному знаку. Хочу также напомнить, что сейчас при заказе полного разбора натальной карты в подарок прогноз на год записывайтесь заранее, также уже пора заказывать прогнозы на 2024 год, ну и жду вас на обучение, сейчас уже до конца года группу не набираю, у меня группы и так маленькие, но, то есть мини-группы всегда набираю, но в этом году уже нет, группы не набираю, но индивидуально сейчас обучаю, сейчас у меня на индивидуальном обучении 4 ученицы, одна уже заканчивает прям, и вот 3 продолжают, и я еще несколько учениц могу взять на индивидуальное обучение, и поверьте мне, я даю много, больше, чем вы даже можете себе представить, и после обучения вы сразу, даже во время обучения уже можете начать консультировать. Так, Алиночка, пропустил луновое водоле, повтори плысь, пропустила лунного водолея, но в записи все я сохраню обязательно, у лунного водолея, ты точно помнишь, да, что ты водолей луны, у тебя раху во втором, опять же, с лицом экспериментов не делать, ни в коем случае, там себе ничего не вкалывать, то, что, то есть, без экспериментов с 30 октября лицо, контролировать питание, контролировать речь, не кушать ничего искусственного, ненатурального, не допускать вредных привычек, и следить за мочеполовой системой обязательно, внимание родственникам родительской семьи, еще не сказала, второй дом, это родительская семья, и раху вот показывают, что туда надо обратить внимание, им нужна какая-то поддержка, я еще видела вопрос, да, я же перед каждым прямым эфиром делаю пост, что будет прямой эфир, и даю вам возможность написать свои данные рождения, и задать свои вопросы, сейчас я открою, у нас там есть вопросик, и мы посмотрим вместе, да, сколько уже идет прямой эфир, я хотела не затягивать, уже 40 минут где-то, да, не хочу делать сильно большие видео, сейчас посмотрим, сейчас посмотрим, посмотрим, найдем этот пост, вы следите за постами, пожалуйста, красотылька, потому что сейчас, да, посты все реже и реже все читают, больше там stories и reels, но я стараюсь писать периодически, поэтому обращайте внимание, там тоже полезная информация, так, цикавить питание могу признать, что не в тему жизни, дякую, сейчас вводим данные, 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 а, давай мы здесь рассчитаем, сейчас секундочку, ты же у меня была на консультации, сейчас есть, да, в прямом эфире, так, 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 нужно секундочку подождать, напишу данные рождения, время рождения, время рождения очень важно, при заказе натальной карты, я тут, хорошо, нужно обязательно указывать время рождения, так, 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 ну, так мы и это, помнишь, вспоминаем, у тебя в доме работы стоит карьера кету, кету это всегда что-то необычное, то есть работа, может быть необычные направления, либо те направления, которые как-то не приняты обществом, в доме денег, которые хорошо нам могут приносить деньги, у тебя луна, то есть показывают, что с помощью интуиции можешь зарабатывать, через женщин, через жидкости, через питание, вот это все хорошо, предназначение мы смотрим, в целом нам надо рассматривать натальную карту, по кармическим задачам, если, например, рассматривать по раху, то сразу я буду обращать внимание, где же у тебя раху стоит, а у тебя раху в четвертом доме, то есть в прошлой жизни, так как кету напротив, ты вся была в работе, вся была в работе, вся себя прям реализовывала, чего-то достигала, но тебя мало было дома, а в этой жизни у тебя раху дома, это означает, что тебе надо реализовать себя в семье, чтобы были дети и так далее, и сегодня я проговорила, что раху дают в четвертом, потому что это важно человеку, одна из задач, не допускать претензий, ни в коем случае, за все благодарить, прям практику благодарности, людям пожизненно надо делать, каждый день вечером, за что я благодарна, что хорошего, кому благодарна, то есть не допускать претензий, это раз, и мама, одна из задач, такое предназначение в этой жизни, это поддерживать очень хорошие отношения с мамой, очень хорошо относиться к маме, кому-то кто как мама, и опять же, и в семье себя реализовать, но при этом раху в козероге, все равно надо себя и в работе реализовать, но больше, когда ты реализуешь себя в семье, то у тебя и пойдут дела хорошо в работе, вот так вот у нас, все взаимосвязано, то есть когда ты реализуешь себя в семье, то у тебя все будет легко получаться в плане работы, потому что опыт у тебя там и так накоплен, кстати, кету в раке, это лунный знак, это тоже интуиция, то есть такой знак, еще, кстати, главное устремление человека, его предназначение, можно увидеть по главной планете, вот твоя главная планета, это Венера, и она на момент рождения находилась у тебя в третьем доме гороскопа, о чем мы говорили, на что третье это руки опять же, и, то есть это надо быть пробивной, решительной, смелой, что-то делать руками, вот, и у тебя уже деятельность связана с этим, прям очень хорошо, не забывай гармонизовать Юпитер, потому что он у тебя ретроградный, и это прям тоже очень-очень важно, всем, у кого Юпитер ослабленный, ретроградный, его очень сильно надо гармонизовать, потому что, напоминаю, Юпитер у нас отвечает за мужа, за детей, за удачу, за деньги, и когда он ретроградный, он говорит о том, что вот надо на него обратить внимание, надо его улучшить, потому что по Юпитеру долги с прошлой жизни, и если это не улучшает, то он может давать проблемы по сферам детей, мужчин, денег, и так далее. Но вот Юпитер в девятом, это хорошо, он в своем, можно так сказать, он в абстрактном гороскопе управляет девятым, Юпитер отвечает за удачу, девятый дом тоже отвечает за удачу, за духовность. Я уже рублю, но житья тоже круто изменилось, мы же у всех сферах, супер. Когда мы выполняем свои предназначения, свои задачи, когда мы идем туда, где хочет наша душа, где сердце, твоя главная планета, это же твое сердце, в доме рук. Кстати, и встреча у тебя тоже все нормально, потому что солнце, Меркурий во втором, ретроградный только Юпитер у тебя, это так напомню. По чакрам, да, вот видишь, тебе надо в семье, но при этом раху на первой чакре дает задачу, все равно зарабатывать, все равно уметь себя обеспечивать, но при этом не быть только в работе, в карьере. У тебя, как бы, ты обязательно должна себя реализовать в семье. Параллельно, да, быть всегда в работе и так далее, но в этой жизни душа больше хочет себя реализовать в семье. Кстати, для психологов очень хорошее положение раху, а в таких направлениях, как ты, тоже надо быть в теме психологии, как и астролог, он тоже немножко должен быть психологом, и вот даже многие астрологи, это уже давно как астро-психологи. И вообще, я считаю, что если бы психологи изучали астрологию, то цены бы им не было. Вообще, это бы им очень помогало в профессии. И ко мне на консультацию часто приходят психологи. И многие, кстати, хотят обучаться, но все никак не начнут. А, одна сейчас обучается девочкам, которая на психолога училась. Вот, и мне кажется, это круто. Одно дополняет другое, это идеально. Ну, все важное, что хотела сказать, сказала. Если кто-то еще сейчас успеет написать данное рождение, задать вопрос, я могу еще быстро кому-то посмотреть. Вот, напоминаю, что у меня есть женский онлайн-клуб, где у нас фитнес-йога онлайн, где разные рубрики, в том числе и астрология, и спа-уход, и красота. И там у нас проходят марафоны, детоксы, похудения. Такое комьюнити, женское сообщество, где всегда на связи. У нас есть свой чат участниц. Присоединяйтесь. Сейчас тоже, кстати, к Хэлловину я сделала такую акцию, что при покупке абонемента на два месяца третий в подарок. Вот, ну, и жду вас на консультациях и на обучении. Обучаться, опять же, астрология, особенно если вы об этом уже когда-то задумывались, то не помешает. Это очень помогает, это может стать и профессией, и вообще в жизни себе и близким. Может очень помочь, вы уже будете знать свои периоды, транзиты, что вам гармонизовать, всем своим близким сможете посмотреть, когда, что, кому, то есть это очень полезно. На себе проверял. Всем желаю удачки, всего самого лучшего, не пропускайте посты и сториз. Кстати, еще в шапке профиля есть у меня ссылка на телеграм-канал, там каждый день прогноз на день, где указываю и в каком знаке луна и так далее, где, то есть всегда есть прогноз, еще стараюсь что-то полезное дать. Удачки, всего самого лучшего. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...